И так было до, а так после. Охренеть! Класс! Зачем я это сделала? Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет, мои сладкие малыши! Сегодня я хочу с вами поделиться о наполевшем. Наполевший тут не только мой внешний вид. Кстати, так задумано, не надо мне писать, что мне было бы неплохо расчесаться. Я буквально только что после салона красоты, я попросила сделать мне, пожалуйста, прическу, чтобы никто не понимал, что у меня сделана прическа, чтобы я выглядела а.к.а. бомж. Я не против быть королем бомжей. На самом деле у нас так с вами есть проблема. Точнее, проблема есть у меня. И заключается она не в том, что у меня бед за башкой, хотя это мы не можем отрицать, а то, что мои зубы вот такие вот, мне надоели. И я хочу себе зубы, типа, у меня... Это клыки. Ааа, ой. Давайте посмотрим, что нужно для того, чтобы сделать себе классные клыки. Быть вампиром. Сделаю тут, значит, себе зубы. Сделаю вот в этот день. Кто подписан на мой инстаграм был, тот знает, того не обманешь. И, значит, через два дня Дина Саева, зачем ты тоже сделала себе клыки? Это вообще как? Вот если бы вы были подписаны на мой инстаграм, вы бы знали. А потом я захожу, и Дина Саева тоже сделала себе зубы. Это вообще зачем? Что за благиат? Прекратите, пожалуйста, меня благиатить. Какой шум. Короче, так мои зубы выглядели до... Обычные зубы виниры белые унитазного оттенка B54 унитаз Le Farfor. Красивые виниры, отвратительные, ненавижу их. Поэтому надо сделать клыки. И так было до. А так после. Это не желтая банка. Желтый, кстати, говорят цвет мочи. Супер пластик. Будем делать пластиковые зубы. ХЗ. Если мы потом отвалятся, пойду не только в салон утром, но пойду также к зубному. Берем супер пластик. Берем hot water. Hot water переводится как горячая вода. Для того, чтобы получилось, нам нужен нетоксичный полиморфус. Супер пластик. Многофункциональный пластик для дочной работы. Чашка обыкновенная. И Тодороки немножко нужна помощь. Мам, это Тодороки срочно. Извините, это плохие шутки, но на этом канале нет хороших. Так, помогите, пожалуйста. У нас появилась горячая вода. Почему бы не отведать кипяченой водички? Полиморфус супер пластик. У взрослых в своей развлечении не всем попитами-попитами попитятничать. Попит. А знаете что, еще я хочу с вами поделиться очень важным и главное классным мероприятием. С 20 по 22 мая в России проходит марафон-форум. Новое знание. И вы тоже сможете в нем поучаствовать, потому что он проходит в онлайн-формате. Первый момент. В спикерах там основатель компании Apple Стив Возник. И на этом форуме вы сможете послушать выступления также многих других очень выдающихся личностей. Звезды, бизнесмены, олимпийские чемпионы, телеведущие. Короче, реально стоит потратить свое время. Про бьюти там тоже будут говорить. А также будет отдельный блог, который посвящен спорту и здоровью. Тоже очень важно. В нем будут делиться своим успехом девушки, которые имеют вес данной индустрии. Чемпионки мира, Европы, в разных видах спорта. Юлия Березикова, Дарья Тарасова. Все это ясно уже к тому, что марафон «Новое знание» сможет подарить вам огромное количество важной и полезной информации для вашей реализации в этом мире. Уже сегодня, 22 мая, обязательно присоединяйтесь к трансляциям. Они проводятся на официальном сайте марафона, ссылочка на него будет в описании. Получайте свою дозу очень-очень-очень важных знаний и очень полезных по всевозможным блокам, которые там представлены. Вы абсолютно точно не пожалеете, как минимум просто посмотрите, что там есть. Уверена, вам это будет полезно. Добавляем эти кусочки. Перемескиваем. Ой, достаточно клейка. Вот так вот. Кладем на клык. Без зеркала делать не классно. Красиво чтоб было. Это уже очень секси выглядит. Говорится крайне неудобно, но I imagine. Давай только сделаем второй. Захну. Они разные. Ой-ой-ой. Нет. Зуб, ты куда? Зуб-то мне нужен еще. Ааа. Это была очень плохая идея. Ладно, у меня новый зуб. Надеюсь, этого достаточно. Кружочек. Они разные, да? Надо посмотреть, я не понимаю. Ну что ты, они, конечно же, одинаковые. Один-один-один. Надо переделать. Вот этот просто супер. Давайте пока посмотрим, как выглядит этот зуб. Он выглядит вот так. Полиморфус тема такая, что ты ее делаешь, и она потом усаживается, и она становится очень плотной. То есть эти зубы реально можно использовать, как обычные зубы. Вот. И у меня сейчас вот этот вот клык. И он секси. И мне с ним достаточно удобно говорить. Надо посмотреть, как будет со вторым. Если я его сделаю общесимметричным. Так, надела. О, нет. Окей, еще одна ловитка. Из хороших новостей вся эта штука, если ее снова закидываешь в кипяток, она снова превращается вот в той же вот хрень. И можно делать до бесконечности. Это для тупых такая версия, как я. О, я получилась, случилась, случилась. Вау, красися. Жем пока лучше в ней. Когда эта штука высыхает, она белеет. Просто ничего не говорите. Я теперь клыкан. Помните, я где-то в том году на короне делала закос под типа киришему, и я тогда пилила свой зуб. Я этот зуб пилила, наверное, часа полтора. Это были обычные дефолтные зубы, типа из серии салека, из какого-то карнавального магазина. И это было ужасно. А эти зубы делаются гораздо быстрее, и, если честно, они абсолютно удобные в носке. Единственное, что я вот это сделала большой. Кстати. Они очень хорошо. Крылья, ха-ха. Ахаха, снимай. Ой, все снимано. Единственное, я сделала его достаточно плотным, но как бы его элементарно взять и подточить, буквально подточить, если просто запихнуть в горячую воду. Давайте сделаем меня акулой полудурком настоящим. Сейчас налепим вот так вот. Я не знаю, что я делаю, не умею это делать, как вы понимаете. Я просто кусаю. Нет, тактика не сработала. Попытка, наверное, да. Ага, она очень высшая, а эта штука высшая не срывает. Нет, тактика не сработала. Вот так вот они выглядят. Их можно использовать типа до бесконечности. Правда, у меня не кривые, но это моя первая попытка. На улице гроза началась. Первый зуб. О, класс. Блин, они такие удобные. У меня даже сейчас речь уже лучше стала. Первое время тут непривычно, но сейчас классно. Офигеть. Я с клыками. Подходит для криворуков. Ну, собственно, вот и после. Мне еще, конечно, пока очень тяжело говорить, но зубы такие, да. Клыки. У меня есть клыки. Надо научиться с ней разговаривать. Куч. Прикольно. Крепкий зуб. Куч. Простите женщину за то, что она всратыш. Ой. Попытка номер два. Все еще перемешиваем. Берем. Сделаем из этого форму уже изначально похожую на зуб. Слишком большая получилась. Обратно. Кружка называлась лукавый зверек. Берем поменьше. Зуб не должен быть очень большим. Кружочек. Треугольничек. Во. Что-то типа того, наверное, должно получиться, потому что по размеру это самое то. И надевать я буду сюда, не сюда, а сюда, потому что я выглядела как дурак. Не хочу быть лохом. Надеваем. Ага. Выглядит уже аккуратнее. Так выглядит с закрытым ртом. Удобно. Уже удобнее гораздо. Главное, сделаю второй. Сделала. Ждем. Глупы сразу такие огромные стали. Жесть. Ну, разговаривать на самом деле нормально. Пока еще не привычно, но норм. Надеюсь, что со временем это станет гораздо лучше, потому что, ну, так, шепеляет с этими зубами неприкольно. Хотя зубы класс. Мне нравится этот зуб, но тут мне не понравилось. Я решила переделать. Всем бобра. Бобро побеждает зло. Потому что бобер класс. Забыла нож. Рука в кипяток, наверное, плохая идея. Вы видите пар? Мама говорила, плохая идея ножницы бросать в кипяток, но кто ее слушает? Делаем кругляшочек. Господи, какой кринж. Снова обратно китая. Не получилось мне ничего. Работать надо быстро. Это что, кажется, растынет? О, кажется, хорошо. В тот раз была проблема, он был слишком широкий. Посмотрите на этот клык. Это просто произведение искусства. Класс. Отмечайте линию зубов. Пером это гениально. Я все же вспоминаю это видео, когда я пилила тот уродский зуб. Было ужасно. Я просто в ужасе. Перо из тетради смерти в качестве маркера для зубов. Класс. Надеюсь, я не всру. Ну да. Вампирские зубы. Мне еще неудобно говорить, поэтому надо привыкнуть. Я крово-сися упырь. Упырь. Блин, я не могу переговаривать букву Р. Упырь. Упырь. Торидон. Упырь. Упы. Упырь. Пилка желательно чистая. Ножницы желательно тоже. Все нормально. Вот так выглядит зуб. Надо, конечно, пофиксить. А теперь мы режем зуб сверху. И режется он достаточно нетрудно. Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Боже мой, не развались. Зуб произведения зубного искусства все еще. Померяем. А, да, еще резать и резать. Пробуем. Так, ну уже лучше, но я все равно еще сделала короче. Так, ну уже лучше. Вот этот клык хочется убрать отсюда. Кусок. Идеально. Блин, я считаю, реально класс. Единственное, я на будущее буду донять в виду, что от этих вот штуки очень толстыми не надо делать. Доделаем второй. Кайф. Вот, так гораздо удобнее. Охренеть. Потом они, конечно, отличаются, но по идее они должны пожелтеть, если я выпью кофе и все такое, будет нормально. Наверное, так говорят, я не знаю. Зачем я это сделала? А потом я увеличила себе губы, пипец, у меня губы до носа достают, это прям ужасно кошмар, там прям пи-пи-пи-ейся на лице, большая-пребольшая.